здравствуйте дорогие друзья с момента как нами было объявлено о создании музея баташовых в гусе железном рязанской области прошло уже полгода а потому считаю должным рассказать о событиях произошедших за это время и о том на какой стадии сейчас сам процесс организации музея если вы недавно подписались на канал то о самом месте где планируется музей подробно рассказывается фильме гусь железный загадочный ссылка на него есть в описании а сейчас хочу рассказать о том что было сделано за это время и так помещение в которых мы планируем создать музей находится в частной собственности как жилые квартиры и расположены в служебных флигелях они выставлены на продажу на сайте авито изначально мы планировали в течение осени 2020 года собрать необходимую сумму на выкуп одной из квартир затем в течение зимы мы рассчитывали юридически оформить покупку чтобы с началом лета 2021 года приступить к разбору завала в подвалах ремонту помещений и оформлению для музея собственно статуса музея это были наши планы но как известно жизнь вносит свои коррективы до наступления зимы требуемую сумму собрать не удалось на конец ноября было собрано всего 50 тысяч рублей на конец апреля 68000 пользуясь случаем хочу еще раз поблагодарить каждого кто внес свою лепту создание музея друзья ваши деньги не пропали даром работа над музеем продолжается и мы не намерены сдаваться независимо от суммы участия вы выразили свою гражданскую позицию показав что вам не все равно и для нас это самый лучший стимул еще раз благодарим каждого кто откликнулся ваши имена будут вписаны в историю самого музея и нашей страны в целом помимо финансовой поддержки очень много людей выразили желание помочь в раскопе подвалов и проведение ремонта друзья ваша помощь непременно понадобится ибо объем работ просто колоссальный когда придет время то с каждым кто выразил желание помочь физически свяжутся мои помощники и расскажут что и как также нашелся человек изъявший желание полностью выкупить квартиру под музей за что пользуясь случаем выражая ему огромнейшую благодарность от нашей команды и всех зрителей канала но вы купить мало там нужно будет сделать ремонт и вот тут как раз пригодятся все те средства которые вы друзья перечисляли ежемесячный отчет о движении денежных средств выкладывается в нашей группе вк ссылка также есть в описании все квитанции чеки приходные расходные ордера все сохранено и если кому будет интересно то можем предоставить полную финансовую отчетность ни один рубль не был потрачен на баловство или на себя все в общее дело друзья если вы решите принять участие создание музея физической силы в раскопках или финансово то все координаты указаны в описании под этим фильмом низкий поклон каждому откликнувшемуся на данный момент квартира еще не выкуплена так как оказалось что текущие владельцы квартиры юридически не готовы к продаже то есть свое время они даже выставляли объявление о продаже на авито а затем когда мы связались с ними они согласились продать ее именно нам и в общем то мы даже уже договорились о покупке но с их стороны еще не все документы готовы что и является причиной задержки в этом направлении тем не менее за эти полгода мы не сидели сложа руки помимо собственно покупки квартиры велась работа по приданию музею собственно статуса музея сначала было много юридических консультаций от информации которая была получена в результате этих переговоров голова может пойти кругом в итоге 16 апреля 2021 года прошла первая рабочая встреча непосредственно в усадьбе баташовых в гусе железном на этой встрече мы общались с представителями министерства культуры и администрации района каждый видит музей немного по-своему но в общих чертах мы пришли к взаимопониманию музей нужен и наше прошлое нужно сохранять затем 20 мая состоялась вторая рабочая встреча уже непосредственно в министерстве культуры рязанской области где были определены конкретные шаги каждый из сторон для дальнейшей реализации этой идеи основные шаги которые нужно сделать с нашей стороны это регистрация индивидуального предпринимателя ооо или нкоо для получения статуса музея а также проведение экспертизы подвалов в усадьбе баташовых на предмет составления проекта на ремонт в министерстве пояснили что лицензии на ремонт исторических памятников обладают лишь некоторые строительные организации но до проведения ремонта нужно составить проект а до него нужна экспертная оценка друзья в связи с этим обращаюсь к вам с просьбой всех кто может помочь с регистрацией нкоо или проведением ремонтной экспертизы напишите пожалуйста на почту указанную в описании под этим фильмом также не откажемся от любой юридической помощи ибо вопрос серьезный а подводных камней очень много особо хочу обсудить с вами такой момент министерство культуры готово посодействовать получению гранта в 1 миллион рублей из бюджета рязанской области и еще трех миллионов рублей из федерального бюджета на создание нашего музея естественно получение грантов сопряжено с целым рядом условий а за потраченные деньги придется потом отчитываться но об отчетности вопрос не стоит вопрос стоит в том стоит ли нам впрягаться в эти гранты или мы все же сделаем все своими силами напишите пожалуйста ваши мысли в комментариях друзья и заключение сегодняшнего рассказа позвольте поделиться личным опытом как я столкнулся с мошенниками так как личного автомобиля у меня нет то 20 мая в рязань в министерство культуры я поехал на общественном транспорте туда добрался без проблем и уже после встречи в министерстве когда собирался ехать обратно в тулу выяснилось что ближайший автобус до тулы будет через два часа друзья а сама по себе поездка тула рязань это четыре с половиной часа и билет стоит 600 700 рублей на автобус в то время как на машине мы доезжали за два часа то есть за то время что я буду ждать автобус я уже мог бы доехать до тулы будь я на машине посему решил посмотреть варианты на сервисе блаблакар сервис очень удобный и ранее много раз им пользовался но именно на блаблакаре в этот раз и столкнулся с мошенниками в этом плане сервис имеет огромную дыру в удобстве и безопасности так как фильтрация мошенников работает из рук вон плохо а посему нужно быть очень внимательным вообще внимательно нужно быть вообще всегда а сейчас я расскажу как не попасться на развод на блаблакаре суть развода состоит в том что найдя в поиске нужное направление на удобное вам время вы бронируете поездку а мнимый водитель отменяет бронирование а затем пишет в личку с просьбой связаться по ватсапу в самом ватсапе он дает ссылку на сайт говоря что сначала необходимо онлайн оплата на этом сайте а потом он подтвердит бронирование когда мне отменили бронирование я уже почуял неладное но решил продолжить чтобы хотя бы понять развод это или нет к тому же время до автобус у меня было но когда мне прислали ссылку на онлайн оплату то сомнение в том что это мошенники не осталось причем адрес сайта куда нужно перейти очень похож на сайт блаблакара и сам сайт сделан очень профессионально но не придерешься сомнением даже теоретически не возникнет данные банковской карты можно вводить вручную а можно просто сканировать карту и все данные подставить автоматически в итоге поняв что передо мной мошенники я подсунул под скан старую карту которую специально держу для таких случаев и как вы уже поняли следующим ходом была попытка списания денег при стоимости поездки до тулы через сервис блаблакаров 300 рублей с моей карты пытались снять 24 тысячи рублей естественно код пришедший по смс я никому не отправлял а наоборот позвонил в сбер и заблокировал все имеющиеся карты но как говорится на всякий случай поэтому друзья если вы пытались сделать перевод на музей 20 мая или позже то у вас скорее всего ничего не вышло поэтому просто хочу внести ясность что карта заблокирована по моей инициативе друзья особо обращаю ваше внимание что на сайте блаблакара при бронировании поездки всегда выдается пояснение что не нужно переходить по ссылкам которые присылают водители то есть официальная позиция блаблакара это не делать онлайн предоплат также смотрите отзывы водителей если у водителей отзывы старые от года и более а новых нет тогда это скорее всего мошенники ибо они просто покупают украденные аккаунты а если при этом вы забронировали поездку но водитель отменил бронь и пишет вам чтобы вы связались с ним иным способом помимо внутренних сообщений через сервис то это точно мошенник просто не продолжайте общение с ним а сразу же жалуйтесь на них в техподдержку понятное дело что всех мошенников заблокировать не получится но они покупают эти аккаунты и чем больше мы будем реагировать и не оставаться в стране тем больше им придется покупать новых аккаунтов и тем дороже для них будет весь процесс обмана и тем меньше людей попадется на их развод я сейчас говорю казалось бы очевидные вещи понятные каждому однако очень много людей ведутся на эти уловки и остаются в чужом городе вообще без денег поэтому ни в коем случае не отправляйте им коды смс или данные своих банковских карт не обращайте внимание на оформление их профиля и что там может быть даже написано что они являются сотрудниками блаблакара на этом и строится их расчет что увидев в профиле официальные данные блаблакара люди поверят друзья будьте внимательны и не позволяйте себя обманывать а на этом я с вами не прощаюсь сезон экспедиции начался ждите новых фильмов по новым и уже знакомым объектам благодарю вас за внимание всего вам доброго